всем привет с вами снова я настя и да это видео наконец-то для любителей дорам корейских клипов пожалуй начнется того что я посмотрела пока что всего три дорамы три потому что у меня соблюдает пока нет времени поэтому после того как я звучу свои дорамы напишите просто те дорамы которые понравились вам за последние вот месяца за весну я постараюсь посмотреть их и может быть мы сойдемся во мнении какие дорамы на данный момент самые лучшие и так пожалуй начну с того что я посмотрела одну драму целиком она уже вышла называется с возвращением а точнее камбек мистер с возвращением мистер это дорама про двух покойников которые решили вернуться с того света и закончить свои дела один порядочный семьянин который заработался до смерти а второе шеф-повар в уши убывавший скажем так в тюрьме парень парень мужчина который скажем так набиваете бы шишки уже не первый раз пытаясь защитить свою юношескую любовь на данный момент могу сказать что это дорама вот идет у меня вторая по списку после таких дорам как и меня есть или меня школа 1013 . 1013 уступает у меня стили меня это однозначно ну вот на данный момент это дорама мне больше всего пока понравилось вторая дорама называется детектив вампир она идет от оси оси н канала мне простые горышка спитом они выпускали уже похожий сериал тоже про детектив вампира там было два сезона тут на данный момент пока что один сезон дорама чем-то не схожа тоже знаете я ничего такого прям супер-пупер не жду от нее она легкая в плане того что можно посмотреть расслабиться сильно не напрягать мозги но при этом там есть кусочки расследований детективов то что я как раз люблю рекомендую посмотреть тем кто любит криминалистику и символичного парня вот и те кто смотрел допустим до этого детектива вампира предыдущий скажем так выпуск другую дораму от этого канала и последняя на данный момент называется дорама 3 шоу-бизнес я ее начала смотреть пока посмотрела две серии честно мне пока смешанные чувства по поводу неё но продюсер обещает что это бы что-то очень грандиозное тем более когда играют такие актеры поэтому в принципе и могу сказать на данный момент что ну да дед на четверку пока что дорама претендует посмотрим за развитием событий я знаю что многим нравится сейчас дорама потомки солнца одна причина по которой я ее не смотрю там военная тематика я не очень люблю вот все что связано с войной потому что во первых и тогда романе не заставляют нас часто плакать ну как большинство своего не заставляет нас плакать дорам которые связаны с военными действиями это наверное вдвойне просто удар по национальному фону девушки особенно кормящий мам да вот поэтому пока что я не смотрю возможно где-нибудь летом я еще постараюсь посмотреть на этом пожалуй пока что всего из сторон но вы не расстраивайтесь потому что есть еще одна пара вам я хочу посмотреть но здесь я хотела бы узнать ваше мнение стоит ли ее начинать либо нет вы смотрели с вами школу с 2013 также мы смотрели многие фильмы как допустим там последний звонок связанные с убийствами в школах и есть такая дорама как кошмарный учитель я хочу ее посмотреть и принципе если она интересная на самом деле интересно не затянутая напишите пожалуйста стоит ли начинать смотреть эту дораму потому что мы вроде бы вышла полностью хочу посмотреть исходя из вашего мнения так что пишите ваши комментарии по поводу дорамы кошмарный учитель как она вам смотрели вы ее стоит ли она потраченного времени потому что это все-таки 24 часа примерно или сколько там 16 часов если серия идет по часу примерно там 16-24 это как бы вы понимаете да ребенок спит вот я пока снимаю поэтому я хочу знать стоит ли не тратить на нее время поэтому пожалуй на дорамах все спасибо что были со мной пишите ваши отзывы пишите дорам которым вы понравились недавно буду ждать ваших отзывов пока пока